Приветствую вас на канале, мои дорогие зрители! Сегодня мы с вами продолжаем цикл роликов «Диван на Ларавет» и в данном ролике разберем на винтике тему имперской гвардии из просто потрясающей вселенной Вархаммер 40 тысяч. «Единственным благом является знание, а единственным злом – невежество», сказал старший библиарий Легиона Тысячи Сынов Айзек Ариман. А потому сегодня мы и примемся искоренять то самое единственное зло. В рамках этого видео постараемся коснуться истоков этого, воистину величайшего воинского формирования, а также выясним, каким образом обычные люди, составляющие Астра Милитарум, противостоят грязным ксеносам и мерзким силам хаоса, при этом не имея никаких генных модификаций по типу тех же космодесантников. Ставь лайк, если ты готов уничтожать всех жалких еретиков ради блага Империи. А мы начинаем! Имперская гвардия, также именуемая Астра Милитарум, основная военная сила Империума Человечества и по совместительству крупнейшее воинское соединение в галактике. Миллиарды людей в ее рядах, поддерживаемые легионами тяжелой бронетехники и ужасающими залпами артиллерии, ведут нескончаемую битву за выживанием человечества в этом суровом мире. Никто не может подсчитать, какое количество бойцов находится на службе в Имперской гвардии, так как ежедневно в боях за величие Империума гибнут миллионы бойцов, а им на смену ежеминутно по всей галактике вербуются новые рекруты. Хоть точных цифр численности гвардии нам никогда не узнать, мы все же можем оценить примерные цифры ее численности. А это десятки миллиардов гвардейцев, которые сформированы в миллионы подразделений по всей галактике. Миллионам больше, миллионам меньше. Все это не важно, если эти жертвы были принесены во благо Императора. Именно такой логики придерживаются бойцы этого воинского формирования. Отдельный боец в Имперской гвардии? Ничто. Но вместе, благодаря своей храбрости, слаженности и вере в величие Империума человечеству, они решают судьбы миров. Гвардия – это основа Империума. Несомненно, что без нее человечество бы погибло. И хотя гвардейцы не идут ни в какое сравнение с космодесантниками, сражаясь без использования генетических улучшений и лучшего персонального вооружения, у гвардии достаточно храбрости и людских ресурсов для того, чтобы встретить и уничтожить врагов Императора по всей галактике. История Астромилитарума началась в годы Великого Крестового Похода, когда Император покорял один мир за другим и создал Империум Человечества. На бесчисленных фронтах экспансии и завоеваний бились легионы космодесантников, легионы Састартес, лучших воинов на памяти человечества, равных в бою сотне смертных. Но при всей боевой мощи космодесанта, силы его были не безграничны, о необходимых солдатах все возрастало по мере расширения могущества Империума. Рассредоточенные существующие легионы уже разделяли многие тысячи световых лет, а без дополнительных войск наступательный потенциал Крестового Похода мог ослабнуть, а потому повелитель человечества создал Имперскую Армию, прародительницу современной Имперской Гвардии. Имперская Армия или Эксертус Империалис – основные вооруженные силы Империума времен Крестового Похода и Ереси Хорус. Имперская Армия практически полностью состояла из обычных, генетически неусовершенствованных мужчин и женщин, которые стали прототипом современной Астромилитариума конца 41-го тысячелетия. В отличие от Имперской Гвардии, Имперская Армия содержала наземные, воздушные и космические средства в пределах одной и той же таблицы организации, и не было никакого различия между космическими и наземными подразделениями службы. Даже могучие сверхчеловеческие армии Легионы Са Стартес не могли в одиночку выполнить поставленную задачу без помощи Имперской Армии. Поэтому было решено, что каждый из освобожденных миров будет снабжать людей оружием, чтобы поддерживать военную мощь Империума. Хоть они столь мощные, как Легионы Са Стартес под командованием различных примарков, полки Имперской Армии, тем не менее, были полезными дополнениями к боевой силе Легионы Са Стартес. В отличие от современного Империума, где Имперская Гвардия служит фронтовой вооруженной силой человечества в защите царства Императора, Имперская Армия никогда не была чем-то большим, чем резервная сила для Империума во время Великого Крестового Похода. Ее войскам обычно поручали гарнизонную службу или операции по зачистке. Только в последние десятилетия этой великой военной кампании войска Имперской Армии, наконец, сражались непосредственно вместе с силами Легионов Космодесантов. Однако нам, как самым упорным исследователям, важны корешки, а не вершки, а потому заглянем еще глубже в историю в эпоху Объединительных войн на Терре. Первые регулярные войска, набранные Императором и считавшиеся прародителями ополчения Империалис, состояли из уроженцев Старой Земли, служившим подли Императора и его полков громовых войнов во время долгих тиранских Объединительных войн, либо в некоторых случаях противостоявших им в бою. С окончанием этих войн и началом Великого Крестового Похода уцелевшие регулярные войска и ополченцы были введены в недавно созданную Имперскую Армию, сформировав ядро Xertus Imperialis. Императору требовалось все больше военной силы, чтобы обеспечить стремительную динамику Великого Крестового Похода. Каждый вновь взвоеванный или освобожденный мир, приведенный к согласию в ходе Имперской Компании, оценивался на свою полезность для этого похода. Из этого императорские администраторы корпуса логистик, предшественник более позднего департамента Мониторум, рассчитывал десятину. Каждый мир должен был осуществлять плату в виде полков солдат и военной техники. Количество полков, отправленных из разных миров, сильно варьировало в зависимости от численности населения каждой отдельной планеты. Малонаселенные планеты должны были бы ежегодно снабжать лишь несколько полков десятиной, в то время как переполненные миры улья, расположенные вблизи галактического центра, должны были бы снабжать сотни полков каждый стандартный таранский год. Подобная система доказала с годами свою эффективность, ведь даже по сей день на рубеже 42-го тысячелетия она практически не претерпела никаких изменений. После Ереси Хоруса в начале 31-го тысячелетия была проведена большая реформа бюрократической и военной структуры Империума по приказу Примарха Робаута Жилимана. Чтобы исключить возможность крупномасштабного межзвездного восстания, которое снова поглотит галактику, имперская армия была разделена на две основные части. Наземные силы смертных солдат, которые заменили обеспровленные легионы космодесантных, как фронтовые войска передней линии обороны Империума, и космическую, основу, содержащую все военно-космические силы Империума, которые отвечали за все связанные с космосом транспортные и боевые обязанности. Эта реформа привела к формированию современной имперской гвардии и имперского военного флота. Таким образом, имперская армия, какой она была на протяжении веков, прекратила свое существование. Из пепла имперской армии родилась новая сила, имперская гвардия. Структурными единицами новой организации стали Милитарум Региментас, подразделение планетарного масштаба, в свою очередь состоящее из полков. Лояльность и дисциплину в войсках отныне поддерживали комиссары, официо префектус. Взаимосвязь частей новообразованной имперской гвардии гарантировала, что нарушивший присягу полк не перенесет бунт на другие планеты, а восставшая флотилия не сможет проводить наземные операции. Как видно, империум запомнил жестокий урок мрачных времен ереси. В имперской гвардии существует множество подразделений, наиболее значимыми из которых являются Милитарум Вендорум, Милитарум Ординатус, Милитарум Ауксиле и Милитарум Тимпентус. В свою очередь, имперская гвардия находится под надзором официо префектус департамента монитору, также известным как комиссариат. Войска имперской гвардии разделены на полки, являющиеся по большей части автономными структурами. Эти полки набираются с миров империума, которые классифицировали как подходящие для такой цели. Полки могут быть направлены в любую часть галактики, на любую военную кампанию и на любой срок. Маловероятно, что отдельно взятый гвардеец когда-нибудь сможет вернуться на свою родную планету, и постепенно угасающая тоска по дому считается одним из постоянных спутников гвардейца. В то время как отдельные полки находятся под командованием своих собственных офицеров, для выполнения целей поставленных департаментом мониторум из нескольких полков формируют боевые группы под управлением штабных офицеров. Эти офицеры и тактики прекрасно обучены стратегии ведения боевых действий и командует из тыла, что является противоположностью строевым офицерам, которые по большей части сражаются на передовой и воодушевляют своих людей личным примером. В теории департаментом мониторум исполняет волю лордов терра. Следующим образом, лорд-командующий того или иного сегментума рассылает приказы в штабы секторального уровня, которые затем отдают распоряжение конкретно милитару Сагиментас. На практике же, ввиду колоссальных расстояний между планетами и, соответственно, задержек связи, эти процедуры нередко оказываются смехотворно неэффективными. Гигантские размеры империума делают надежное управление из центра практически невозможным. Следовательно, оперативное руководство любой армейской группировки возлагается на старшего офицера, ее милитарум региментум, генерала, верховного маршала и т.д., который принимает на себя ответственность за выполнение поставленной свыше задачи. Поручения могут разниться от простой охраны перерабатывающих заводов, подверженных пиратским налетом, до зачистки звездной системы от орков и дикарей, выливающейся в десятилетнюю кампанию. Весьма часто требуется захватить и вновь колонизировать миры, ранее посеренные империумом. Независимо от характера миссии, командир армейской группы должен обеспечить развертывание и боевое применение всех сил и средств, находящихся в его распоряжении, неисчислимых пехотных рот, бронетанковых бригад, артиллерийских батарей и множество иных орудий войны. Некоторые полководцы, жадные до славы и почести, размещают свой штаб на передовой и лично возглавляют солдат в сражениях. Их адъютанты несут в бою штандарты и знамена, которые возвещают о бесчетных подвигах военачальника, распаляя отвагу его подчиненных и вселяя страх в сердца врагов. Другие генералы уверены, что не имеют права рисковать с собой на линии фронта, так как их таланты слишком важны и цены для гвардии. Окруженные серого черепами, с пергаментными лентами, инфошарами и толпой советников, они управляют войсками из относительно безопасных мест, с борта корабля на орбите, из бункера класса протей или командной машины, грохочущего бронированную левиафану. В исключительных случаях, когда возникнет необходимость в руководстве более высокого уровня, самого выдающегося и могущественного полководца, наделяют титулом воителя. Подобное звание вручается лишь с прямого согласия высших лордов Терры, ибо вместе с ним человек получает власть, уступающую только императорской. Между назначениями воителя иногда проходило несколько веков. Ввиду того, что этот чин дарует несравненные полномочия, в империуме никогда не было двух таких лидеров одновременно. Стоит заметить, что деяния архипредателя Хоруса наложили мрачный отпечаток на данный титул, поэтому вместо воителя нередко используются другие обозначения, например, лорд Соло. Департаменты монитору, военное крыло администратума и генеральный штаб астро-милитарум. Именно эта необъятная бюрократическая организация занимается распределением сил и средств астро-милитарум. Возможно, наиболее важная ее функция – сбор десятинок в формировании и транспортировке полков имперской гвардии между театрами войны. Любой милитарум регимента состоит из нескольких полков, сформированный на одной и той же планете. Служащие в них солдаты имеют общие культурные ценности и боевые доктрины. Поэтому рядовые, офицеры и даже чиновники департамента мониторум нередко используют термин «милитарум региментум» в значении полк и наоборот, то есть говорят обо всех гвардействах Схадии, как о бойцах Кадианского полка. Подразделения сил планетарной обороны могут иметь всевозможные названия – батальоны, дивизии, когорты, отряды, ополчения, генокорпуса и так далее, но в астромилитарум все они становятся полками разных видов. Впрочем, хотя воинские части имперской гвардии делятся на множество классов, все они организованы с упором на специализацию. Так, пехотные полки практически не имеют собственных тяжелых орудий, а танковые обходятся почти без пехотинцев. Следовательно, чтобы добиться успеха, подразделения астромилитарум обязаны действовать совместно. Возможно, на первый взгляд их взаимосвязь кажется слабым местом гвардии, однако подобные меры предосторожности необходимы. Если какой-нибудь полк восстанет против императора без поддержки, предатели не сумеют развязать полномасштабную войну. Вновь сформированный полк, как правило, насчитывает несколько тысяч солдат, однако его численность может варьироваться в огромном диапазоне. Так, в 18-м Вальхалском Тундровые Волки служат 120 тысяч бойцов, тогда как 24-й Вастроянский бронетанковый, железнокровный, имеет личный состав из 15 сотен членов экипажа. Наконец, полки гибельных клинков и теневых мечей, бронированных чудовищ, способных в одиночку сокрушить маленькую армию, редко входят больше дюжины сверхтяжелых бронемашин. В данном аспекте департамент и мониторам полагается на следующий базовый принцип. Сколько бы солдат и единиц бронетехники любых типов не имелось в полку, его фактическая огневая мощь и, соответственно, боевая эффективность должны равняться некому среднему значению. Разумеется, это грубое упрощение, однако его приходится использовать при организации компании галактического уровня. Согласно комплексным шаблонам, подробно разобранным в тактике империалис, любой полк астромилитарум делится на несколько рот, каждую из которых возглавляет старший офицер. Количество рот от 3 до 20 зависит от типа и численного состава воинской части. Роты, в свою очередь, обычно состоят из 3-6 взводов. Последние, как правило, имеют в составе командное отделение взвода и несколько пехотных отделений. Именно эти боевые единицы, насчитывающие по 10 солдат, чаще всего встречаются в имперской гвардии. Отряды поддержки, например, взводы тяжелого оружия или высоко ценимые специальные боевые единицы, вроде танков, артиллерии и отделений нелюдей, прикрепляются к роте по решению штаба полка, как на одну битву, так и на ценную военную кампанию, но редко на постоянной основе. Командиры некоторых частей, особенно артиллерийских и бронетанковых, практически всегда разбивают несколько рот на подразделения и придают их пехотным соединениям. Благодаря этому взводы гвардейцев получают дополнительную огневую мощь, а техника – надежные прикрытия. Если такие формирования долгое время сражаются вместе, вспомогательные отряды нередко начинают использовать знаки различия и обозначения приемного полка. Это не только позволяет избежать случаев дружественного огня, но и укрепляет узы товарищества между солдатами, которым суждено биться и погибать вместе. В отличие от орденов космодесанта, полки имперской гвардии – это временные подразделения. После своего формирования они по большей части не получают подкреплений, так как редко когда целесообразно тратить средства и силы на перевозку новых рекрутов с родного мира полка для восполнения потерь, в основном из-за огромных расстояний между мирами Империума. Альтернативой этому является более эффективный подход. Если полк находится на гарнизонной или дозорной службе, к нему разрешается набирать рекрутов из местного населения. Если же он находится на войне, то два и больше неполных полка объединяют в один для создания нового полноценного подразделения. В результате этого полки могут объединяться как с пехотинцами из их родного мира, как, например, в случае с 597 полком Вальхальских ледяных воинов, так и превратиться в смешанный полк, состоящий из гвардейцев разных миров, как в случае с Таницким первым и единственным. Если полк просуществует достаточно долго, его ряды могут пополнить дети гвардейцев, выращенные полком. Таких рекрутов официально называют пробитеры, но более распространено название «белые щиты». Из них формируют отдельные отряды, в которых их обучают и тренируют, путем участия в настоящих битвах до тех пор, пока они не станут настоящими гвардейцами. Когда пополнение или объединение полка по какой-либо причине не происходит, полк может оказаться полностью уничтоженным в бою или быть демобилизован за свою достойную службу. При этом первый вариант гораздо более вероятен. За оборону любого мира людей отвечает его имперский командующий, также называемый планетарным лордом или имперским губернатором. Поскольку врагам человечества нет числа, а защищаться от них до прихода подкреплений нужными сельцами, если не годами, правители обязаны формировать, оснащать, обучать и поддерживать в порядке собственные вооруженные силы. В одних мирах эту роль используют официальные глобальные армии или гарнизоны, в других десятки различных воинств, кланов или ульевых банд, которые нередко враждуют между собой, но объединяются для борьбы с внешним захватчиком. Так или иначе, данные формирования, скорее всего, никогда не покинут родную планету. При этом любой из них является структурной единицей астромилитарум, обозначаемой как милитарум региментум. Им разрешается оборонять свой мир и жить по собственным уставам, если таковые не противоречат законам империума, а планеты исправно выплачивает полностью. В счет этого регулярного налога имперский губернатор обязан направлять десятую часть своих войск или больше, при условии, если распорядиться департаментом-мунитарум, сражаться за императора на просторах галактики. Именно такие десятинные полки и составляют ударную силу астромилитарум. Десятинные полки должны соответствовать требуемому уровню качеству, иначе имперского командующего ждет трибунал и казнь. Соответственно, в ряды астромилитарум чаще всего попадают только элитные подразделения планетарных войск. Методы наборов рекордов разнятся от мира к миру. Так, на мере смерти катачан, в местных полках джунглевых бойцов и соответственно в астромилитарум должны служить все мужчины, женщины и дети. В густонаселенных мирах улик, вроде Алькатрана, власти нередко загоняют на корабли целое поколение людей, предоставляя им выбор между битвами в далеких системах или расстрелом на месте. При этом жители многих планет считают карьеру в имперской гвардии благородным занятием, весьма почетным для отпрысков правящих домов. Также немало молодых оптимистов, особенно из промышленных миров или с миров кузнец, записываются в местные вооруженные силы, надеясь, что сумеют попасть оттуда в астромилитарум. Как правило, для них это единственный шанс вырваться из бесконечного цикла рабочих смен в тесных подземельях. Наконец, довольно часто лучшие воины того или иного мира состязаются между собой за право оказаться в рядах имперской гвардии. Каждый вновь созданный полк идентифицирует по названию его родного мира и порядковому номеру. Например, Кадийский 144 означает, что речь идет о 144 полку, сформированном на мире крепости Кадия. Обычно после гибели воинской части ее номер не выводят из обращения, а передают одному из подразделений, собранных в ходе следующего призыва. Тогда считается, что полк основан заново, и вошедшие в его состав рекруты должны поддерживать традиции и влюсти воинскую честь предшественникам. В частности, 823 Винторский и поныне бьется за императора, хотя на протяжении одного десятилетия полк целиком истребляли более девяти раз подряд. Помимо номеров, воинские части редко имеют и неофициальные прозвища. Дабы не затягивать хронометраж роликов, я разобью данную тему на несколько частей, а потому на этой ноте первая часть рассказа об имперской гвардии подошла к концу. Если вы хотите видеть продолжение, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Я же в свою очередь обязую взяться за работом в продолжение при условии набора 100 лайков под этим видео. Спасибо за внимание всем, кто досмотрел. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok